Появились подробности шести жестоких убийств и покушений, которые инкриминируют организованной преступной группировке вора в законе Юрия Печугина, известного в криминальных кругах как Печуга. По данным, группировка Печуги была сформирована в 1994 году, и вскоре ее главарь ввел единые для всех нормы поведения, включающие наказание за нарушение правил конспирации и невыполнение приказов лидера. Бандиты регулярно устраняли неугодных им людей, в частности, только в 2005 году, по данным следствия, ими было совершено 4 убийства. В январе 2005-го бандиты расстреляли предпринимателя из Сыктывкара, не возвратившего долг. Мужчина получил 6 огнестрельных ранений, через месяц скончался в больнице. Позже, в мае того же года, Печугинские расправились с одним из членов УПГ, который стал ее под сомнение, а встретит лидера, и пытался выйти из группировки. Его застрелили в подъезде дома в городе Усинск. В августе 2005-го года в Сыктывкаре был убит информатор правоохранительных органов, который рассказывал о мошеннических схемах группировки. Менячим через месяц бандиты отомстили директору частного охранного предприятия. Ранее он давал показания на группировку, из-за чего сам Печуин и несколько его подельников были осуждены. Директора ЧОП расстреляли из автомата. Эксперты насчитали на теле потерпевшего более 20 огнестрельных ранений. В июне 2010-го года на территории промбазы в поселке Верхняя Максаковка была совершена расправа над неугодным членом группировки. Связанного мужчины избивали, пытали, а затем зарубили. Труп скинули в заранее вырытую яму, где облили бензином и подожгли. В 2012-м году Печугинские расстреляли криминального авторитета и его приятеля в собственном авто. Первый скончался на месте, а второго потерпевшего удалось спасти. 29 мая 2019 года сообщалось, что в республике Коми суд вынес приговор Махачу Азизову, одному из участников преступного сообщества Печугина. Лидера ОПГ и остальных ее участников задержали зимой 2017 года, после обыска в Москве, Пятигорске и Сыктывкаре. В качестве фигурантов по уголовному делу в настоящий момент проходят 18 человек. Расследование в отношении членов группировки завершилось в 2019 году. Субтитры создавал DimaTorzok